Добрый день! Мне очень приятно выступать в этой аудитории, потому что я свою докторскую 20 лет назад защищал здесь. Защищал, правда, 5 часов, прекрасно понимая, что у меня тема противоречила тем взглядам, которые тогда господствовали. И тем не менее я благодарен ученым философского факультета, ученому совету, которые, несмотря на огромное давление, тем не менее в тайном голосовании все проголосовали и поддержали мою диссертацию. Сегодня эта научная конференция открывает серьезную дискуссию. И очень приятно, вдвойне приятно, что это происходит в лучшем университете мира. Мне довелось выступать во всех ведущих университетах мира. В РГУ сегодня 60 тысяч студентов, 20 тысяч преподавателей, профессоров, сотрудников. 100 тысяч! Вы одно из крупнейших учебных заведений, которым можете гордиться. Я вас с этим поздравляю. Я не знаю, организаторы этой научной конференции сознательны или нет, но они ее открыли в день, когда Александр Третий подписал указ о строительстве Транссибирской дороги. Это было гениальное решение, вопреки, казалось, всякой логике. Ее убеждали, что невозможно построить эту дорогу, что с Енисеем вы не справитесь, что вдоль Байкала не пройдете хребты горные и не справитесь технически с этой задачей. Он сказал, без этой дороги мы не убережем империю, нам придется ее стягивать, и прежде всего железнодорожными рельсами, и подписал этот указ. Ему говорили, никогда она не окупится. Она окупилась ровно за три месяца в 41-м году, когда по Транссибу за Урал перебросили полторы тысячи заводов советская страна и 10 миллионов граждан, тем самым спасли страну от нашествия фашистов. Это было техническое и государственно-политическое решение. Но я хочу вам напомнить, что перед 1917 годом, я хочу, чтобы историки, философы, политологи смотрели открыто глазами на происходящее. Российская империя проиграла подряд три войны. Крымскую с позором, с потерей права держать флот Севастополя. Они не прислушались даже к легендарному Лескову, когда Левша просил, передайте государю, что агличане ружья кирпичом не чистят. В противном случае, не дай бог, война не будет точного боя. Продули русско-японскую войну с большим позором, с потерей территории. И никакого смысла Российскую империю втягивать за деньги банкиров Лондона, Парижа, Нью-Йорка в первую войну, первую мировую. Никакого не было. Они продули первую мировую стреск. Я хочу вам напомнить встречу у Николая II в декабре 2016 года. К нему пришли лидеры шести думских фракций. Там не было ни одного большевика, большевиков. Депутаты уже сослали в Сибирь. И они обратились к государю. Шесть лидеров абсолютно буржуазных партий. Они заявили, государь, империя распадается, армия дивертирует, транспорт и промышленность парализованы. Давайте сформируем подотчетную и думе правительство, способное вытащить страну из этой катастрофы. Царь соглашается. Через три дня его домашние укатали, отказал. Если вы откроете подшивку, у вас есть в библиотеке, у вас прекрасная библиотека, или в Леренке, и посмотрите все газеты за январь 2017 года, вы ахлите. Ни в одной газете, ни одного слова. В самой желтой не было о том, что будет в феврале революция. Февральская революция началась с Путиловского завода, где на троих рабочих были одни нары. Пока двое работали, третий отдыхал. С бунта голодных женщин на Невском, которым не досталось, по булке хлеба. Когда пришли в Санкт-Петербург, под ружьем которого находились десятки тысяч солдат, сказали, усмирите баб. Его ответ меня просто потряс. С бабами воевать не буду, все сгнило. Когда царь отдал приказ армии стрелять, армия отказалась. Когда полиция начала усердствовать, тогда поднялись все заводы и предприятия. Империя рухнула за восемь дней. И кто бы вам что ни рассказывал, всякие сказки, она выработала свой ресурс. И партии большевиков в голове с Лениным спасли распавшуюся империю. И мы должны понимать, что и гражданская война, это была война пролетарского октября, либерально-буржуазным февралем. Но начали ее не большевики. А Чехословацкий корпус в мае месяце 2018 года при поддержке 14 стран Антанты, которая высадилась во всех портах. И когда обратились большевики и Ленин к армии, 82 тысячи офицеров пришли защищать единую неделимую. Полный состав военно-морского флота, штаба военно-морского флота, 600 человек, ни одного рабочего крестьянина, а дни аристократы. Они понимали, что пришли делить страну. Да и уже был готов план Вильсона разделить Россию на 20 кусков и приватизировать по чтям. Вот реальность. А дальше мы должны оценить по достоинству. Распавшуюся империю собрали на съезде Советов. Ленин предложил за 5 лет 4 варианта политики. Военный коммунист не пошел. Продан налог, продразвездка тяжело. Продан налог лучше. НЭП новой экономической политики. Полумертвая страна стала подниматься и развиваться. Сталин продолжил эту линию индустриализации, сложной коллективизации, культурной революции. За 10 лет построили 6 тысяч на ту пору лучших заводов. И 41-й встретили самым образованным, самым квалифицированным, самым грамотным, рабочим и лучшим в мире станочным парком. Потому и победили. Поэтому, если вы посмотрите, сколько в мире стран, а здесь международники сидят, их более 200. Но на двух руках вы сумеете только пересчитать страны, которые имеют тысячелетнюю историю. Мы входим в эту историю. На одной руке вы перечислите страны, которые за свою историю изобрели все виды художественного, научно-технического творчества. Мы входим в эту пятерку. И лишь две страны, которые за 500 лет не теряли свою суверенитету, мы и Великобритания, но одна страна всего в мире, вынуждена была из тысячи лет истории, 700 лет можете посчитать по датам, провести в боях и походах, оставив свой язык, свою правду, свою территорию, свое право жить в дружбе и согласии со всеми народами, которых русские собрали под свои знамена, их почти 190. Вот реальная история. Поэтому из тысячелетней истории, кто бы как ни относился, великая советская эпоха, рожденная октябрем, где в центр был поставлен не капитал, а труд, где человек человеку не конкурент и враг, и так далее, а соперник, товарищ и так далее, где сумели достичь самых легендарных высот. Мы были самые умные, самые образованные, самые храбрые, самые победные. После Великой Отечественной войны в 1958 году в Брюсселе была первая всемирная выставка. Поднимите материалы и вы просто ахнете. Вы увидите, что вокруг нашего спутника вращалась вся Европа и весь мир, смотрели с восторгом, первые космические корабли в мире. Вокруг макета нашей атомной станции, первый в мире атом, покоренный, одновременно работает не на войну, а работает на мир. Наша «Волга» получила гран-при, была признана лучшей легковой машиной. Впервые в мире смотрели на самоходный трактор. Это тоже достижение ваших отцов и деток. Мы должны знать, изучать и гордиться. Вместе с этим меня что поразило? Я как-то поднял из библиотеки, достал эту книгу, давно хотел ее посмотреть. Но в 1966 году, после космической эры, все человечество собралось в Вашингтоне. Похожая конференция. Решили определить, как мы встретим новое тысячелетие. И тогда определили, что к новому тысячелетию технический прогресс, влияние Великой Советской эпохи скажется, и мы решим все проблемы. В 2000 году собрались и ахнули. Проблема бедности как была, только усугубилась. Проблема голода как была, только усугубилась. На третье место вышла экологическая проблема. На девятом месте был терроризм. В прошлом году посчитали, терроризм ворвался в первую тройку. Я давно для себя сделал вывод, что капитал не решит проблем человечества. Он не решит ни одной социальной проблемы. Ни одной. Что бы они ни говорили и чего бы они ни доказывали. В этом отношении тот опыт столетней давности, рождение новой эпохи, Великой Советской эпохи, он для нас не только поучителен. Он сегодня позволит нам и выбраться из нового кризиса. Я писал специальную записку президента. 12 кризисов капитализма за 200 с лишним лет. Два последних системных закончились мировыми войнами. В обеих была наша страна в центре. Российская империя сгорела, советская страна победила. Сейчас бушует третий системный кризис. Чем он закончится, на мой взгляд, одному Богу известно. Но нас из этого кризиса вытаскивает социалистический, коммунистический Китай, у которого в настоящее время 30 лет, самые высокие темпы в мире, 10-12% в среднем. Ленинско-сталинская модернизация дала 15-16% в среднем. Поэтому надо взять все лучшее из тысячелетней истории. В Думе выступали три знаковых человека. Президент сказал, нужна сплоченность и согласие на лучшем. Согласен. Святейший патриарх Кирилл Выступаев говорит, надо взять все лучшее из святой России, державной России и советской справедливости. Согласен. Выступал нобелевский лауреат Жорес Алферов. Он открыл работу Эйнштейна, которая написана в 1949 году. Почему социализм? Этот гений написал, без социализма человечество сдохнет в борьбе и противоборствии в новых войнах. Вот если объединить все это вместе, делая соответствующие уроки и с февраля, и с октября, то можно уверенно смотреть вперед и двигаться в будущее. И последнее. Если хотите посмотреть, что делает антисоветизм, русофобия и национализм, а нас не взяли ни Дбаты, ни Наполеоны, ни Гитлеры, ни американский шантаж, ни санкции. Нас раздолбили антисоветизмом и русофобией. Мы не выдержали этой идеологической бомбы, которая взорвалась в душе и в головах. Вот то, к чему это приводит, гляньте внимательно на братскую Украину. А она на постсоветском пространстве имела лучшие показатели для создания полноценной государственности. 50 миллионов, 50 миллионов тонн зерна, 50 миллионов тонн нефти из общесоюзного котла. Великолепная промышленность, машиностроительный комплекс, грамотное население. Отдали власть в руки нацистам-бандеровцев и продолжают издеваться над всем святым, что в этой жизни есть. Я за то, чтобы мы взяли в наследство все лучшее, но сделали правильные уроки из Великого 17-го года. Приглашаю вас отметить 100-летие Великой Октябрьской циталистической революции. Успехов вам! Аплодисменты!